чудный сегодня суровый океан хочется чем-то вас порадовать несмотря ни на что сегодня у нас понедельник 24 октября 2022 года вы находитесь на канале жизнь на любви англии меня зовут галина и вы знаете почему я стала представляться в начале своих видео потому что вот я смотрю статистику по своему каналу ежемесячную и у меня получается больше 400 человек ежемесячно подписывается на мой канал казалось бы не так и много но в то же время представьте только 400 человек иногда даже 500 это огромное количество людей я приветствую вас всех на своем канале поэтому я стала представляться для моих новых зрителей и и сегодня я хочу вам рассказать новую историю опять же связанную с островом white остров white поражает меня удивляет восхищает и вот она история история о винстоне черчилле оказывается что судьба винстона черчилля связана очень сильно с островом white и и я вам об этом сегодня и расскажу давайте друзья усаживайтесь поудобнее как обычно и я начинаю свой рассказ мишенка на торте долгожданная история которую я думаю вы вряд ли слышали вряд ли знаете так вот именно здесь в городе каус во время королевской регаты в августе 1873 года встретились родители уинстона черчилля я показываю сейчас вам вот этот белый дом абсолютно ничем не примечательный небольшой коттедж под названием розетта так вот он прославился именно благодаря родителям уинстона черчилля и здесь даже сейчас просто напротив этого дома на тротуаре есть такая табличка где и написано подробно что в 1873 году сэр рэндольф черчилль третий сын джона уинстона спенсера черчилля седьмого герцога мальбора познакомился с дженни джером и спустя всего лишь три дня они объявили о своей помолвке вообще друзья эта история конечно она настолько интересная что я хотела бы немного об этом рассказать я нашла всю эту информацию в открытых источниках я не берусь сказать что все там точно и правильно история такая мать уинстона черчилля дженни джером вот она здесь на фотографии красавица известная дочь нью-йоркского финансиста спекулянта и совладельца газеты нью-йорк таймс леонардо джерома они говорили что она замечательная красавица и больше похожа на пантеру чем на женщину леди джером обладала ослепительной красотой дженни семьей долгое время жила в париже а затем они переехали в англию несмотря на все богатство отца дженни они никогда не входили в высшее общество английское и вот это была большая удача когда дженни вдруг неожиданно на королевской регате встретила своего будущего супруга сэра рэндольфа черчилля третьего сына джона уинстона спенсера черчилля седьмого герцога мальбора и тут говорят что деньги 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 и красота произвели впечатление на рэндольфа и между ним и богатой красавицей стремительно вспыхнула страсть об их помолвке было объявлено буквально через три дня дженни на тот момент было 19 лет ее жениху сэру рэндольфу 24 года и они казались очень счастливы но вот не тут то было заортачилась семья жениха семейства мальбора они не одобряли настолько неблагородный и вдобавок американской невесты для своего сына и в поддержку в дженни вдруг неожиданно вмешался принц уэльский будущий король англии эдуард седьмой сын королевы виктории так вот я почему вам так подробно об этом всем рассказываю казалось бы какое отношение имеет эдуард седьмой к этому семейству и тем более уинстону черчиллю так вот уинстон черчилль родился меньше через семь с половиной месяцев после свадьбы и родился ли он недоношенным или он был зачат до свадьбы был зачат где-то на стороне никто сейчас точно не знает но говорят все чаще и чаще что уинстон скорее всего был зачат до брака а не родился преждевременно когда уже спустя много лет уинстона черчилля стали спрашивать журналисты об обстоятельствах его рождения он всегда с юмором отвечал хотя я и присутствовал при этом событий я не помню четко события которые к нему привели и вы знаете в этом не было ничего необычного для возраста и класса к которому принадлежала дженни многие браки высших сословий заключались из соображений удобств политики или денег а уж никак не по любви ну еще также слухи о том что винстон черчилль незаконно рожденный подогреваются еще и тем обстоятельством что сэр рэндольф черчилль был нетрадиционной ориентации и считается что вот он умер в 45 лет от сифилиса именно из-за вот этих своих пристрастий неизвестно конечно доподлинно что конкретно думал по этому поводу сам уинстон черчилль но вот интересно то что о своем отце он практически нигде не упоминал а вот свою мать дженни он просто обожал хотя дженни не была никогда хорошей матерью и как это было принято в то время она абсолютно не заботилась о своих детях оставив этот труд многочисленным нянькам несмотря на раннюю дистанцию своей матери у винстон просто обожал дженни по его словам она для меня светилась как вечерняя звезда и это несмотря на то что она проигнорировала мольбы маленького винстона и оставила его гнить в оскорбительной школе-интернате которую он ненавидел но вот у инстон тем не менее писал позже она все равно казалось мне волшебной принцессой сияющим существом обладающим безграничным богатством и силой он пронес свою любовь к матери через всю свою жизнь он ей еще маленький писал из школы бесчисленные письма умоляя его навестить но дженни не торопилась это делать и крайне редко навещала своего сына в интернате но зато после того как сын вырос они с матерью стали крепкими друзьями и сильными союзниками и винстон указывал что дженни для него была более чем мать или сестра она была его политический ментор мы трудились вместе как брат и сестра они как мать и сын напишет в дальнейшем у инстон черчилль и многие говорят что это классический и дипов комплекс любовь сына к матери с сексуальным подтекстом говорят что их близкие отношения и их дружба зашли слишком далеко и чтобы как-то загасить вот это вот общение у инстон отправляется в качестве военного журналиста на кубу затем южную африку египет и индию и азию 1899 девятисотом годах ну а 46-летняя дженни через пять лет вдовства 1900 году вышла замуж за ровесника ее сына джорджа уэста красавца капитана шотландской гвардии семья жениха была так шокирована что даже не явилась на церемонию бракосочетания но клан черчилль и поддержал невесту а сам герцог мальборо вел вдову своего дяди к алтарю они прожили вместе 12 лет лишь благодаря тому что ее мужа джорджа отец лишил наследства и он по сути будет находиться на содержании дженни в эти годы дженни стала хорошо известна благодаря своим многочисленным связям и ее 33-летний сын винстон черчилль продвигаясь благодаря ее усилиям в политической карьере получает пост министра торговли ну и последний свой третий брак меди дженни заключила в 64 года в 1918 году ее мужем стал 41-летний колониальный чиновник член британской гражданской службы и он был моложе у инстона на три года вот такая вот красавица мать винстона черчилля которую он всю жизнь боготворил и которая его в основном и продвинула говорят что именно вот он унаследовал от своей матери острый ум прозорливость и способность никогда не унывать в любой ситуации находить возможность опять и опять подниматься и идти в бой а леди дженни черчилль умерла при странных обстоятельствах в 1921 году пока муж дженни был в африке 67 летняя леди внезапно упала с мраморной лестнице когда спускалась с очередного балла и была на высоких каблуках можете себе представить насколько она была в хорошей физической форме что в 67 лет она на балу танцевала на высоких каблуках и ходила по мраморным лестницам так вот говорят что она случайно подвернула ногу поскользнулась очень неудачно сломала себе щиколотку у нее открылась кровотечение после этого есть сделали какую-то неудачную операцию и началась гангрена и она скорости умерла она и непонятная смерть и леди дженни унесла с собой могилу тайну кто же все таки был отцом у инстона черчилля и сейчас многие поговаривают что все таки настоящий отец у инстона черчилля был именно берти принц уэльский будущий король великобритании эдуард 7 хотя злые языки поговаривают что у дженни в то время было много любовников в то же время кто-то предполагает что возможно это был граф кинский с которым дженни также долгое время связывали тесные отношения сейчас уже конечно никто об этом сказать не сможет наверняка вот такие вот друзья тайны английской и американской аристократии начинают постепенно выползать из-под ковра а вот так вот выглядел этот же самый берег города каус по которому я сейчас гуляла с вами только в конце девятнадцатого века ну и еще я нашла для вас фотографию а это как раз перед самым рождеством почти восемь лет назад мы посетили усадьбу черчиллей это дворец блэйнхэйм или по-английски произносится блэйнхэйм родовое имение герцогов мальборо один из крупнейших дворцово-парковых ансамблей англии который расположен на окраине вудстока в графстве оксфордшир с 1987 года памятник всемирного наследия юнеско ну и в 1874 году именно здесь родился уинстон черчилль друзья я очень надеюсь что вы не останетесь равнодушными к этому сюжету и я жду ваши комментарии как обычно я на этом с вами прощаюсь берегите себя всего вам доброго еще увидимся пока пока пока